Скажите, пожалуйста, оптимальное значение индекса T3 свободный и T4 свободный. Как считается этот индекс? Дело в том, что T3 свободный и T4 свободный могут измеряться в системе C в наномолях и в системе метрической в нанограммах. И вот здесь важно, чтобы было два показателя. В метрической системе я могу сейчас неправильно переврать эти единицы измерения. Но если стандартные показатели в этой метрической системе, мы можем нам просто указать, мы сделаем комментарий к видео, для того, чтобы показать, каких единиц мы считаем. Но если брать в единицах нашей лаборатории, то делается это следующим образом. Для того, чтобы свести цифры в единую категорию, мы показатель T3 умножаем на 100 и делим на T4 в метрической системе, то есть не в нанограммах, а в нанограммах и пикограммах. И это соотношение должно быть в идеале меньше 280. Если оно больше 300, то это может указывать на дисфункцию щитовидной железы не в том плане, что мы имеем какую-то проблему со щитовидной железой, а вот это повышение, более высокие цифры соотношения T3 свободного и T4 свободного дает повышение рисков по гестационному сахарному диабету. То есть я не оговорился. То есть мы смотрим это. То есть если идет нарушение соотношения двух гормонов, T3 свободного и T4 свободного, когда T4 свободный очень низкий, а T3 свободный ближе к верхней границе нормы, причем оба они, как правило, попадают в разброс нормальных значений, то мы имеем риск гестационного сахарного диабета. То есть вот есть такая связь между щитовидной железой и гестационным сахарным диабетом. И поэтому, когда мы видим такое соотношение, всегда важно смотреть, что происходит с организмом. Нет ли там аутоиммунного процесса, нет ли общего измененного фона, который во многом связан с генетикой. Потому что у нас сейчас обследование идет иммунологическое, которое включает в себя иммунограмму. И здесь мы сейчас будем менять иммунограмму нашу, немножко ее дополняя и расширяя, используя в том числе опыт наших киевских коллег. Потому что мне нравится очень та иммунограмма, которая идет из Института акушерства, гинекологии и перинтатологии киевской, и индекс Донского, вот этот индекс неблагоприятности. В принципе, мне нравится сам подход, мне очень нравится. Но мы также будем дополнять это все так, чтобы четко совершенно были видны TH1 клетки и TH2 клетки напрямую определяемые. И соотношение будет идти между TH1 и TH2. То, что мы сейчас косвенным образом видим по иммунорегуляторному индексу. И также у нас появятся еще дополнительные анализы, которые будут направлены на выявление возможных неблагоприятных конфигураций инфломосом. В частности, мы будем запускать сейчас карт-8, так называемый ген, который показывает высокий риск избыточной активности наиболее значимой инфломосомы, который мы будем сейчас смотреть. Вот эти вещи исключительно важны для диагностики состояния щитовидной железы. Также очень важно исключить риски инсулинорезистентности и риски, которые связаны с рисками сахарного диабета. Потому что есть такое состояние, как латентный диабет. И здесь нам очень много помогает HLA, обследование на HLA гены, потому что настолько интересная и многообещающая тема правильный анализ на HLA и правильная интерпретация HLA первого и второго класса просто дает такую важную информацию, когда мы четко совершенно видим картинки, когда мы, в частности, видим, что пациентка попадает в группу риска по латентному сахарному диабету. Все об этом говорит. Проводим анализ на специфические антитела, которые ассоциированы с сахарным диабетом, назначаем специальное лечение. То есть очень такие важные моменты. Поэтому вот хороший вопрос. То есть, видимо, вы у нас создавали какие-то анализы, или я писал какое-то заключение, где я обратил на это внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова